Закон, который не работает и контроль которого нет. Это главная проблема Украины. И проявляются они. Буквально во всем. И касаются всех. Вот, к примеру, вы покупаете лекарство в аптеке, но при этом никто не может гарантировать его качество. Фармацетический рынок буквально наводнен подделками. А все потому, что в стране действует мораторий на проверке аптек. И качество препаратов никто не проверяет. О госконтроле, который оказался пустышкой, Елена Митясова. Сколько лекарств нужно для лечения всех болезней? 150? 200? Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но фармацевтические компании предлагают нам более 13 тысяч. Таблетками завалены все аптеки. А все может потому, что цель у производителей не лечить, а заработать? От головной боли выпили таблетку. А не полегчало? Антибиотик, назначенный врачом, не подействовал? Нет, это не особенности вашего организма. Скорее всего, купленный препарат просто оказался подделкой. Татьяна в аптеке за обезболивающее заплатила меньше, чем обычно. Сначала, говорит, даже обрадовалась, сэкономила. Но после приема нескольких таблеток поняла, с лекарством что-то не то. Ну, я не умею сразу проглатывать целую таблетку, как многие люди. Тут есть насечка, ты делишь на две. И для меня это усилие, которое у меня осталось. Вот как он раскрошится? А он раскрашивается вот. Фальсификат, подделка. Да что угодно, говорят эксперты. Украинцам сейчас можно втюхивать, что ни попадя. Контроля со стороны государства нет. Уже третий год в стране действует мораторий на проверки аптек и качества лекарств. А кому выгодно было выход в эту мораторию на переверку? Выгодно как раз этим магнатам сетевых аптек. Проплатили, конечно. Мы живем в Украине, где коррупция только говорит про нее. А ей только все делается для того, чтобы она была более эффективной и более потужной. За последние два месяца госслужба по лекарственным средствам запретила к использованию в Украине более 200 серий различных препаратов. Одни из них были завезены в страну контрабандой, другие подделка. Но при этом официальной статистики о фальсификате в Украине не существует. Даже в Европе есть до 7-10% обликов фальсификованных лекарственных средств. Если брать страны Африки, там уже достигают до 50%. На мой взгляд, надо где-то идти до африканских. О % выражении мы никогда не рассчитываем ни фальсификат, ни неякосный. Потому что, по-перше, в свете не существует единая методика, которая подразчитывается от количества везенных или зарегистрированных. Даже если предположить, что в Украине всего лишь 1% фальсифицированных лекарств, капля в море, казалось бы. Но если посчитать, в 2016 аптеке продали 1 миллиард упаковок лекарств. То есть, выходит, 10 миллионов из них были фуфломицины. Значит, каждый четвертый лечился непонятно чем. Вперед на инспекцию! Проверим, есть ли в столичных аптеках на лекарства сертификаты качества. Купим самые недорогие и дешевые препараты. В аптеку я захожу не как журналиста, а как обычный потребитель. Вам пластиночку или упаковку? Пластиночку. А можно на него сертификат еще качества? Сертификат? Да, качество. Качество. У нас нет сертификата качества? Нет, таблетку сомнительного качества я пить боюсь. Иду в другую аптеку. Здесь уж точно должны быть хорошие лекарства. Как-никак, маф на территории областной больницы. А можно на него еще сертификат качества показать? Сертификат это нужно ждать. Я закажу, придет, распечатаю. А в аптеках должен же он быть? В смысле? Ну я же не могу на все распечатывать. Это так примерно где-то такая вот комнатка будет сертификата. А сколько ждать? Ну не знаю, может 10-15. Хорошо, давайте. 15 минут растянулись на 40. После сказали проблемы с интернетом, пообещали отправить на электронный адрес. Но, как говорится, ВОЗ и ныне там. Уже не до шуток. В следующей аптеке придется купить что-нибудь сердечное. Например, любимое всеми бабушками. А можно мне больше сертификат качества показать? Это мало. Да. Две. Судья. Красиво, пожалуйста. И вот снова та же ситуация. Говорят, система не загружается. И обещают прислать заключение по почте. Но здесь надо отдать должное. Не обманули. Через 15 минут копия сертификата с печатью была на моей почте. Наталью Гуран недобросовестность фармацевтов разозлила. Женщина изучила законодательство, собрала единомышленников и разработала мобильное приложение «Лик и контроль». За несколько секунд оно позволяет определить, зарегистрирован препарат в Украине или нет. Не запрещен ли к использованию. Достаточно вести только серию. Но вывести аптеки на чистую воду не так просто. Тем более в условиях моратория и вседозволенности. И даже если в госслужбу по лекарственным средствам поступила жалоба на сеть, проверить ее ранее, чем за 10 дней после уведомления собственника, нельзя. Согласитесь, звучит абсурдно. В прошлом году мы инициировали с МИЛИ, именно в это законодательство, что как бы отменить, чтобы в сфере контроля качества действия переверок, мы не попереджали субъекты за 10 дней. Но до конца наше желание было почути. Вот и получается, госслужба как бы есть, и в то же время ее нет. Пустышка вместо действующего вещества мел. Контрабанда не прошел госконтроль. А у этого истек срок годности, но ему дали вторую жизнь. Переклеили этикетки. До тех пор, пока в Украине контроль за лекарствами пустая формальность, поход в аптеку лотерея. Никогда не знаешь, поможет купленная таблетка или нет. Хорошо не навредит, а если наоборот. Что продают украинцы вместо таблеток тайно за семью печатями? На глаз и вкус не определишь, а экспертизу никто не делает. Да что говорить, если правительство от госпроверок освободило лекарства, закупаемые через международные организации? Можливо, мы доверяем нашим захватным партнерам таксинам. Но мне кажется, что любая страна, которая себя поважает, должна это проводить. Фармкомпаниям уж точно невыгодно лечить все болезни одной таблеткой. В условиях, когда еще и законодательство против пациента, машина по зарабатыванию денег на здоровье нации запускается на полную штрафами. 340 гривен держать в узде лечебный бизнес не удастся. Елена Митясова, Марьяна Бурякова, Сергей Килимник и Василий Миновщиков. Подробности недели. Телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова